Десна ТВ Десна ТВ отметил Рождество. Еженедельное совещание у главы города. Задержан подозреваемый в сбытии оружия и боеприпасов. Сводка криминальной обстановки. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Смоленская старинная батлейка в Десногорске. На фольклорном отделении детской музыкальной школы ребята вместе с педагогом Владимиром Платоновым воссоздали народный рождественский спектакль. Основные герои ляли, так на Смоленщине называли кукол. Батлейчное искусство пришло в регион из Белоруссии и существовало вплоть до начала 20 века. Новогодние праздники экспозиция Смоленского зоопарка пополнилась еще одним обитателем дикой природы. Саву неясыть нашли в лесу с перебитым крылом жителей Смоленска и принесли в зоопарк. Сейчас сава поправляется. Ее поместили в вольер вместе с двумя сородичами. Рождество – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения в оплоти Иисуса Христа о Девы Марии. Как его отметили десногорцы, смотрите в нашем сюжете. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости собрались десногорцы, чтобы встретить светлый праздник. Тот день, когда над пещерой ярко засияла вифлеемская звезда и указала путь к новорожденному младенцу, мудрецам-волхвам. Ангел небесный возвестил им великую радость. Иисусу суждено стать Царем Небесным на земле. С тех пор все христиане отмечают этот великий праздник. В этот день повсюду стоят украшенные ели, символизируя евангельское древо, горят свечи. В Десногорском храме праздничную литругию провел епископ Росхорбский и Десногорский Милетий. Маленькие прихожане храма во время богослужения исполнили рождественские песни и колядки. Рождество – праздник тихий, мирный, духовный. За столом собираются только самые близкие друзья и члены семьи. В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками и загадывали желания. Считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно должны быть добрыми. За прошедший год материальный ущерб от пожаров на Смоленщине составил более 16 миллионов рублей. Огонь и дым за год унесли жизни почти 90 человек. Чаще всего причиной возгораний становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 9 января глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов, администрации и руководителями муниципальных предприятий и служб. Подробнее в нашем сюжете. 9 января в администрации города глава провел первое совещание с руководителями муниципальных предприятий и председателями комитетов. Совместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков объявил, что отдел по экономике и инвестициям с 27 января по 2 февраля принимает заявки на участие в ежегодном конкурсе. Лучший предприниматель года муниципального образования города Десногорск. Коммунальные службы в праздничные дни работали в штатном режиме. Выходные прошли достаточно устойчиво. Нарушений режима эксплуатации коммунальной инфраструктуры не было. Выводился персонал на выходных для решения текущих проблем эксплуатации на квартирных домах. Там тоже ничего, естественно, в принципе, нарушений не было. Ветеринарная служба города проводит вакцинацию домашних животных от бешенства ежедневно. В Росхольфском районе задержаны трое смолян. Они осуществляли незаконную заготовку берез и елей. У мужчин был изъят трактор и грузовой автомобиль, в прицепе которого находились спиленные деревья. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Дорогобужие полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали торговца оружием и боеприпасами в момент сбыта. 38-летнего продавца оружия полицейские задержали во время продажи винтовки. При задержании у него был обнаружен заряженный пистолет. В одной из комнат по месту жительства злоумышленника оперативники нашли станок для реставрации оружия, при помощи которого он восстанавливал винтовки и пистолеты, найденные на местах былых сражений. В лесу нашёл. Копателем являетесь? Почистим. Да, по монетам. Как давно? В старину, да нет. Может, года четыре. А почему мы решили продать оружие? Чё-то попутал. Беск, наверное, попутал. Да и не нуждался. На лингах просто получилось так. Не знаю. При обыске были изъяты составные части огнестрельного оружия различной модификации. Штык-ножи времён Великой Отечественной войны. Пистолет системы «Наган». Более полутора тысячи патронов различного калибра. Банка с сыпучим порошкообразным веществом, предположительно являющимся порохом. Согласно заключению эксперта, изъятый обрез винтовки системы Мосина и пистолет системы ТТ являются огнестрельным оружием и пригодны для производства выстрелов. А изъятые разнокалиберные патроны являются боеприпасами. Торговцу за продажу огнестрельного оружия теперь грозит до четырёх лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению его причастности к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на территории региона. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. Светлана Романова. Из-за тёплой погоды в Смоленской области вновь созрели грибы опята. По вкусу они не слишком отличаются от летних. Грибники утверждают, что январские опята хорошо подходят для супа и жарёнки. Светлана Романова.